В Мормонске состоялась конференция, посвященная вопросам ликвидации радиационного наследия Советского Союза, прежде всего подводных водок, затопленных или потерпевших крушения в Северном Ледовитом Океане и Баренцевом море. Заговорили об этом в связи с возросшим интересом к транспортным возможностям всех морпути. Улучшение экологии – повод не уезжать из-за полярия и даже построить свое жилье, как это сделают первые участники программы «Свой дом в Арктике». А на участке рядом можно обустроить огороды и вырастить немало полезных растений. Также в Мормонске снимают фильм о джазе и проводят гаражные распродажи. Подробнее в новом выпуске программы «Городские хроники». Современная международная ситуация диктует новые условия для российской экономики. Несмотря на определенные сложности, федеральное правительство будет и дальше развивать Северный морской путь, увеличивая объем перевозимых товаров и транспорта. Также есть планы по очистке дна Северного Ледовитого океана от объектов, зараженных радиацией. На профильной конференции в Мормонске депутат Госдумы Геннадий Скляр заявил, что сейчас как никогда важно развивать отношения с дружественными странами, которые заинтересованы в безопасном грузовом потоке по Севморпути. Один из самых крупных партнеров у нас, конечно, Китай и Индия. И это страны, которые, конечно, станут одними из наших крупнейших партнеров в использовании Северного морского пути. Я думаю, моя личная оценка, что другие все равно придут. Но мы сами должны делать так, чтобы пришли к нам, а не мы с протянутой рукой или с какими-то предложениями бегали сейчас по минуту. Конечно же, невозможно себе представить реализацию этих программ без участия Росатома. Представитель госкорпорации отметил, что в данный момент компания снижает радиационные риски в акватории Северного Ледовитого океана. Подводки К-159 и К-27 будут подняты со дна. Их утилизация будет организована на территории Заполярья. 159-я находится в 60 километрах от Мурманска. Рядом с ней находится судоремонтный завод «Нерпа», имеющий достаточно хорошую производственную базу, опыт обращения с подводными лодками. Это сайда, хранение реакторных отсеков и обращение с реакторными отсеками. Если рассматривать К-27, то, безусловно, гремиха со своей производственной базой. По словам экспертов, с оборудованием проблем возникнуть не должно, ведь большая часть аппаратуры уже есть в России. Подъем лодок будет проведен в ближайшем будущем. Общая стоимость проекта – около 2,5 миллиардов рублей. Если бюджет, естественно, любая программа, которая является государственной, она подкреплена финансами. И многие вопросы, которые здесь решаются, они еще требуют доработки. Я бы отметила именно то, что вот такое содружество межведомственной структуры, а именно использование научных данных, оно и дает возможность решать те проблемы, которые сейчас поднимаются. И те способы решения, они как раз и зависят от финансовых средств. Сенатор также отметила, что развитие Северного морского пути благотворно скажется на экономике столицы Заполярья. А очистка моря от радиоактивных отходов укрепит здоровье северян. Улучшение экологии – повод не уезжать из Заполярья и даже построить свое жилье, как это сделают первые участники программы «Свой дом в Арктике». В ее рамках можно получить единовременную выплату в полтора миллиона рублей для многодетных семей и один миллион для других категорий граждан на покупку готового дома, домокомплекта или строительство индивидуального жилого дома. На данный момент более тысячи человек подали заявку на участие, а некоторые уже успели получить сертификаты лично из рук губернатора. Наша семья давно уже планировала приобретение или строительство дома. У нас много детей, большая семья хотели свой собственный дом. И такая программа, когда появилась, мы решили воспользоваться этой возможностью. Сразу же после 5 июля я обратилась по горячей линии, меня пригласили, записали на сдачу документов, и все быстро рассмотрели, буквально в течение недели мне уже позвонили, пригласили на вручение сертификата. Важно понимать, субсидия покрывает лишь часть затрат. Построить дом исключительно на средства поддержки вряд ли получится. Жестко регламентировано и время их использования. Обладателям сертификата дается от 6 до 26 месяцев в зависимости от выбранного дома. По результатам проделанной работы нужно будет отчитаться. В списке получателей не только многодетные семьи, но и, например, участники программы «Гектар Арктики», такие, как Максим Юшуков. В ближайшее время планы построить дом для постоянного проживания. Работы уже начаты. В данный момент строители уже монтируют теплёную шведскую плиту. В дальнейшее время будет заливка. Соответственно, есть уже заявка на подключение к электричеству, но, надеюсь, она будет выполнена быстрее, чем через год, потому что в Россети пока что договор есть, но работы я не видел. И если всё будет хорошо, то к Новому году заеду. Спустя три недели от старта подготовлено 36 сертификатов. Пять из них уже выданы. Я убеждён, что даже по первым трем неделям, несмотря на то, что подать все документы, это документы на землю, это всё равно пакет такой непростой, тем не менее мы видим очень высокий к этому интерес. Я очень рассчитываю, что эта программа даст возможность всё большему количеству семей в нашей области жить здесь, строить свои дома и счастливо жить, рожать детей, их воспитывать и все прелести севера и северной природы испытывать на себе. Подробную информацию о программе можно найти на сайте правительства или Министерства строительства Мурманской области. А на участке ряда можно обустроить огород и вырастить немало полезных растений, от клубники до дыни, от помидоров до тыквы, чего только не найдёшь на участке у Анны Беляевой. Хозяйка уверяет, что и на севере можно снимать богатые урожаи. Последние несколько лет главная хобби Анны – загородный огород. Но ещё до появления дачи она занималась облагораживанием придомового участка в городе, не только для того, чтобы из окна открывался красивый вид. В городе, я живу на первом этаже, у меня был палисадник. Палисадник я выращивала, попробовала вырастить даже картошку. Она оказалась такой вкусной. Я думаю, нет, надо сажать. Но у меня там уже тяга была. Хотелось очень что-то высаживать, что-то пробовать, экспериментировать. У меня там весь палисадник засажен тоже цветочками. Цветы – ещё одна слабость хозяйки. Помимо овощей, фруктов и ягод на участке растёт более 20 их видов. Маки, колокольчики, пионы, гипсофилы, ромашки. Список можно продолжать долго. Но главное не количество, а качество. Мне кажется, всё, что у меня не получалось, вот как бог дал. Вот выросло и выросло, не выросло и ради бога. Это как с розами. Вот в том году у меня были огромные кусты, а в этом году они просто погибли. Ну, погибли и погибли. Больше не буду сажать. Начинающим огородникам жительницы зверсовхоза советуют начать с простых цветов, потихоньку разбираясь в специфике растений и удобрений переходить к чему-то новому. Ведь трудности бывают из-за нестабильных погодных условий. Что-то может замёрзнуть и не вырасти, а обильные осадки способны погубить даже сформировавшиеся плоды. Но бояться не стоит, главное – желание и внимательность. Если получилось у Анны, непременно получится и у вас. Говорят, растения быстрее растут под джаз. Именно этому музыкальному направлению посвящён документальный фильм продюсерского центра «Северный характер». Создатели ленты решили выстроить сюжет вокруг человека, чья жизнь теснейшим образом связана с этой музыкой. Виктор Абрамов в прошлом замполит стройбата, и ему также довелось поработать звукооператором у Тарковского. Но самое главное именно – он занимался организацией нашего местного джазового фестиваля. Любопытно, что к джазу Виктор Андреевич пришёл через рок-музыку и кино. В Ленинградском доме кино на закрытом просмотре я посмотрел один фильм «Риф на шофот» у Ямаля, главной роли Жанна Марвона. И музыка была мне неизвестна, и меня она так зацепила. Впоследствии я оказался, взял какую-то, купил пластинку под этим же названием, и там главную роль играл музыка Мэлс Дэвис. И через Мэлс Дэвис купил я американскую пластинку «Битис Брю», и там оказалось только у него интересных многих музыкантов джазовых, которые потихонечку я начал собирать на пластинках и потом на коммундисках. По признанию Виктора Абрамова, на инструментах он не играет, но слышит музыку. Режиссирует картину Елена Васюкова, мурманчанка до ранних нулевых, работавшая главным режиссёром на ГТРК «Мурман». Сам фильм получился необычным, этакий сплав документального и игрового кино, где вместо актёров снимаются непрофессионалы, но зато в роли самих себя. Мы рассчитываем, что получится интереснейший фильм, в котором во всей красе будет показан летний город Мурманск с причалами, с кораблями, с чайками, с самым северным троллейбусом, с музыкантами, которые здесь играют. И будет вот эта невероятная атмосфера красоты нашего города, северной красоты нашего города и музыки, которая в нём звучит. Хотя музыкальный фестиваль «Артик Джаз» и не проводится с 2015 года, память о нём жива. В съёмке, профинансированной фондом поддержки регионального кинематографа, картину ожидает прокат в онлайн-кинотеатрах, показ на различных кинофестивалях, а со временем её можно будет увидеть и на классическом ТВ. Джаз сейчас не выглядит чем-то необычным, в отличие от гаражных распродаж. В региональном отделении Красного Креста состоялось благотворительное мероприятие в таком формате. Сегодня мы очень волнуемся, бегаем такие встревоженные. Немножко не хватает места, потому что люди приносят большие пакеты. На помощь старшим активистам пришли юные воспитанники центра. С волонтёрами они в тандеме дружно и организованно помогают раскладывать вещи и отсеивать то, что реализовать нельзя. А именно грязные вещи, нижнее бельё и мягкие игрушки. Здесь есть не только одежда, но и, например, какие-то поделки иногда приносят, книги, украшения интересные. К слову, на прошлых гаражных распродажах не обошлось без забавных ситуаций. Это была тематическая гаражная распродажа по детским вещам. И, значит, заходит семейная пара, очень приятные мужчины и женщины, но я вижу по лицу, что они явно не понимают, что происходит. У них очень-таки озадаченные лица, они смотрят по сторонам немножко с упрёком. Я подхожу, естественно, там, здравствуйте, проходите. У нас проходит гаражная распродажа. На что, значит, женщина с порога, простите, а где здесь колёса можно посмотреть? Я говорю, ну, колёса. У нас здесь сегодня детская гаражная распродажа, детские книжки, детские игрушки. Ой. А я думала, гаражная распродажа – это что-то с автомобилями связанное. За необычным форматом стоит вполне практическая цель – сбор пожертвований для улучшения и развития центра Красного Креста. Одно, но посетитель вправе установить свою цену на приглянувшуюся вещь. В итоге в гаражной распродаже приняли участие более 50 гостей. Около 150 вещей нашли новых хозяев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова